Тюменские новаторы могут похвастаться разработками, которые не имеют аналогов в мире. К примеру, технологии обработки деталей, которая не дает им изнашиваться. Выходит, практически вечными могут быть как бытовая техника, ну, к примеру, мясорубки, пылесосы, так и крупная промышленная, буровые установки, генераторы, турбины. Но в этой чудесной истории есть одна большая проблема – это не деньги. А что, расскажет Ирина Шипилова. Брак, который пропустит эта машина, заметит сотрудник завода. Техника не человек, еще и ломается. Как сделать так, чтобы детали служили в 2-3, а то и 15 раз дольше, знает тюменский новатор. Но получить патент ему оказалось проще, чем убедить предприятие воспользоваться его разработкой. Мы очень долго стучались в ворота. Пока я в социальных сетях не вышел на директора Елену Анатольевну Острягину, переговорил с ней. Она, как человек прогрессивных взглядов, мы с ней очень быстро нашли общий язык, услышала меня и пошла на этот эксперимент. Эксперимент в технологии обработки и нанесении спецпокрытия. Участвовать в нем производители оборудования не заинтересованы. Детали будут меньше изнашиваться, покупать их будут реже, придется выпускать меньше. Другое дело покупателей станков. Для них это сокращение сдержек. Особенно, когда завод такой, как стеклотех. Непрерывного цикла, трение деталей круглосуточное, объемы 300 миллионов бутылок в год. География поставок вся Россия и Европа. Когда такие масштабы производства, перерыв в работе для ремонта называется простой. Каждый час простоя может обойтись предприятию не в одну сотню тысяч рублей. Испытание инновационной разработки длилось год. В течение года выявлена выработка на этих годовалых роликах в таком объеме. А с покрытием практически этой выработки нет. В год нам нужно порядка 20 роликов точно. Это без покрытия. Если мы будем применять покрытие, мы уменьшим в два раза точно. Цена чудообработки не заоблачная. 70% от стоимости деталей. Региональные инноваторы сегодня готовы свернуть горы, но не везде им рады. На стеклотехе подтверждают, по 10 раз в день звонят всевозможные помощники. Работать некогда. Помогает пробить стену непонимания господдержка технопарка. Было организовано порядка 15 презентаций для различных предприятий. На части из этих предприятий испытания уже ведутся. Какими-то ведутся переговоры о их начале. Надеемся, что в ближайшее время компании начнут выпуск реализации своих продуктов уже на коммерческих началах. Пока все испытания проходят за счет изобретателей. Ирина Шипилова, Алексей Красных, Тюменское время. Субтитры создавал DimaTorzok